Добрый вечер, я бы хотел сегодняшний урок посвятить памяти моей жены, которая к великому сожалению ушла из жизни 9 числа месяца Тевета, в день окончания пророчества, и очень много сделала и в плане борьбы за алию русскоговорящих евреев, и в плане отстаивания ценности земли Израиля, вела постоянную борьбу вместе со мной, по самам, так что ее памяти хотел бы посвятить сегодняшний урок, тем более, что только что вышла, мне сказали, из типографии, сообщили, вышла вторая часть книги Ехискееля, и как раз мы из нее сегодня постараемся кусок посмотреть с вами, и работе над этой книгой мы отдали, ну, наверное, больше шести лет, минимум шесть лет, он сейчас вышел вторая часть, и вместе с приложением рисунки схемы третьего храма, и в связи с этим, да и прежде всего, наверное, в связи с создавшимся положением и многими-многими разговорами, я бы хотел вместе с вами обратиться к 38-й главе пророка Ехискееля. И для того, чтобы не откладывать в долгий ящик, как говорят, мы сейчас сразу откроем с вами текст, и те цитаты, которые я для вас приготовил, мы попробуем с ними разобраться. 38-я глава и 39-я глава пророки Ехискееля рассказывает о нашествии Гога из страны Магог. Иногда наши мудрецы пользуются выражением Гог-Ве-Магог, не Гог из страны Магог, а Гог-Ве-Магог. Это в какой степени оправданно, потому что в этом есть намек некоторый, потому что Гог-Ве-Магог, Боги-Матрия, это дает 70, намекает на то, что 70 народов, 70 основных народов поднимутся против Иерушалаима, как описывается в 38-й главе. Эти события должны были произойти, мы с этим сейчас разберемся, сразу же после возвращения сновей Израиля, нас с вами, евреев можете сказать, на свою землю, то есть в самом-самом начале эпохи возвращения. Теперь мы постараемся с вами разобраться со всем и посмотреть, что говорят пророки об эпохе возвращения. И мы с вами сразу здесь увидим две линии, две картины, забегая немножко вперед. Две картины. Одна – это возвращение, когда народы мира поддерживают сыновей Израиля и готовы учиться, и в восторге. И вторая линия – это война. Так теперь мы прежде всего, война, та война, которую поднимают народы, когда сыновья Израиля возвращаются на свою землю. Первый наш вопрос – с миром или с войной? Вот мы с вами вспомним, что пророк Емельяму предсказал, что их знание будет продолжаться 70 лет, а потом сыновья Израиля смогут вернуться на родину. Если они поднимутся все как один, произойдут столь же явные чудеса, как при исходе из Египта, как нам говорит трактат Йома 9-Б. И давайте мы с вами подумаем, что здесь происходит. Оказывается, та картина, которая, скажем, должна реализоваться, мир или война, она зависит от нас, от нашего возвращения из изгнания. И знание, как мы знаем, оно много исправляет, искупает грехи, может быть, очень тяжелым образом, перестраивает народ, что-то из него плохое уходит. Так, например, при возвращении из Вилонского плена ушло идолопоклонство из народа Израиля, ушло идолопоклонство. Эпоха Первого Храма была сопряжена с поклонением идолам по разным причинам. Одна из причин – то, что сыновья Израиля не поняли, что такое идолопоклонство, не поняли, насколько это строгий запрет. И этот запрет нарушался в эпоху Первого Храма, в эпоху Второго Храма, после возвращения из Бавеля. Мы избавили из Вилона, мы не встречаемся больше с такой проблемой, как идолопоклонство. То есть какие-то моменты исправления происходят, но Галут может принести и свои новые проблемы. Но давайте, чтобы долго не говорить, мы посмотрим с вами трактат Йома, девятый лист. Реш-Лакиш плавал в Ярдене. И пришел раба Барбархана, подал ему руку, вроде бы для того, чтобы выбраться из Ярдена. Как мы понимаем, что гадание не обязательно должно быть описанием реальных событий, а некоторое может быть описанием реальных событий, а может быть и некоторый такой аллегорический рассказ, который приходит научить нас чему-то. Но в данном случае представляется, что, конечно, Реш-Лакиш не плавал в Ярдене так, чтобы ему раба Барбархана, мудрец, который жил в Бавеле, неизвестен был своими рассказами о его путешествиях, в том числе и путешествиях земли Израиля. И вряд ли этот мудрец должен был подавать ему руку. Ну, допустим, аллегория такая. Реш-Лакиш плывет в Ярдене, раба Барбанхана подает ему руку, говорит он ему, руку не взял, руку не взял у него и говорит ему, Бог ненавидит вас. На арамейском. Бог ненавидит вас. Как написано? Если бы была стеной, построил бы на ней башню серебряную. А если она как дверь, то укрепил бы ее, построил бы на ней укрепление из луах-эрес, из кедровой доски. Это строчки из Широ-Ширима, из песни-песни. И Реш-Лакиш видит в нем намек. Он говорит о том, что есть, говорится, о хума, стене, как бы стене, здесь девушку сравнивают со стеной. И если она стена, неприступная, прочная стена, то тогда я на такой стене, говорит ее возлюбленный, или если хотите сказать, что очень близко здесь, что речь идет о всем еврейском народе, и Всевышний говорит, если как стена, то построю башню серебряную. А если она как дверь, то тогда закрою ее доской кедровой. Что это значит? По мнению Реш-Лакиши, конечно, здесь можно прокомментировать тысяча и один вариант, найти комментарий. Реш-Лакиши интересует определенный совершенный момент. И ма-си-тема-тсмехемке хума. Если бы вы сделали себя как хума, как стена, то есть если бы вы были стеной и поднялись все вместе во времена эзры, то уподобились бы серебру. Были бы похожи на серебро. Какая особенность у серебра? Шейн-Реки в Шулэдбу, что оно не гниет. Серебро не гниет. А теперь, когда вы были как двери, двери открыты, здесь может быть намек, что делит, однокоренное слово, долут, малость, нищета, небольшое количество, долут. А теперь вы как глотот, как двери, и намек на небольшое количество. Немшалтемке эрис. Вы похожи на кедр, на кедровую доску, которая гниет, которая может гнить, и которая гниет. Шейн-Реки в Шулэдбу, которая подвержена гниению. Мы понимаем, что Реш-Лакиш говорит об исходе из Бавеля, и как поворотный момент, критический какой-то момент, он берет исход Эзры из Бавеля. Мы помним, что первый исход из Бавеля, что храм был разрушен в 422 году до этой эры. Первый исход из Бавеля состоялся в 370 году, когда Бавель пал и пришли к власти персы, начал править Кореш. Это 370 год до этой эры. И тогда поднялись 42 тысячи, что было совершенно недостаточно для того, чтобы отходить всю землю Израиля. И их борьба, этих 42 тысяч за землю, была очень-очень напряженной. И храм, через какое-то время возведение храма было запрещено. В Ангелат-Эстер это приписывается решение, приписывается Ахашвирошу. И после смерти Ахашвироша, через какое-то время на престол поднимается Дарий II, который является сыном Эстер. И сколько можно сказать, что о нем много рассказывается, говорится в книге Эзра и Нехемия. Дарий II разрешает разобновить строительство храма. И в его время Эзра приходит в Эрецисраэль, возвращается в Эрецисраэль, тоже с очень небольшим количеством людей. Его попытка превратить исход из Бавеля в нечто подобное, исходу из Египта не удается. Небольшое количество людей. И вот здесь интересно, что Реш-Лакиш или Гемара ставит точку, как бы поворотный момент, это приход Эзры. Почему можно представить себя? Эзра приходит через 18 лет после возведения храма, когда храм уже, так сказать, работает, божественное присутствие вернулось, хотя бы в какой-то степени, потому что мы знаем, что оно в значительной степени не вернулось после Вавилонского плена, но в какой-то степени оно вернулось, джетры приносятся. И вот Эзра призывает народ прийти из Бавеля прийти из Бавеля в Иерусалай, и не идут, опять не идут. И тут Реш-Лакиш говорит, что если бы вы поднялись, вы не поднялись, когда было разрешение корыша. Ну, еще как-то можно понять. Вы могли сказать, что это не процесс Машиаха, что корыш – это не Машиах, что мы видим, что все дело забуксовало, храм не построен, возвели только жертвенник, на нем приносят жертвы, окружены врагами, боятся со своим существованием. Может быть, это еще не то возвращение, о котором говорил Иеремия. Так можно было сказать в период корыша, но совершенно так уже нельзя было сказать, когда возвращался из Бавеля, поднимал народ из Бавеля, и никто не пошел. И вот Треш-Лакиш говорит, что если бы поднялись как стена, то был бы непрекращающийся процесс, такой как бы негниющий, как серебро. Все, что вы делали, было бы вечно. А так что-то сделали, и потом опять проблемы, и потом опять другие изгнания. Так что вместо того, чтобы быть похожим на серебро, если бы вы поднялись стеной, вы стали похожи на доску, на кедровую доску. Можно понять, как бы можно добавить существенно к этому моменту, если мы с вами откроем, вслед за трактатом Йоу, мы откроем Талмуд Бавли, трактат Брахот на четвертом листе. И здесь разбирается такой момент. Говорится, что при встрече с Исалом Яков испугался. И даже испугался очень. Бьяр Яков миор. Испугался Яков очень. И сказал, Шема и Громахет. Почему Яков испугался? Хотя Всевышний обещал ему, что он будет хранить его и в Галуте, и в Эрицесраэль, пока он не придет на то место, откуда он ушел. Можно сказать, что это Байтель. Пока он не вернется в Байтель. И вот теперь он на границе земли Израиля ждет встречи с Исалом, и он испугался. Почему он испугался? Неужели это человек малой веры? И он не верит в обещание Всевышнего, который обещал его хранить и в Галуте, и, по крайней мере, до тех пор, пока он дойдет до Гайтеля. Говорят, можно понять, почему Яков испугался, если немножко разобраться. Яков сказал, Шема и Громахет. Может быть, повлиял грех. Может быть, повлиял грех. Может быть, я был не идеален в изгнании, в Галуте. Может быть, обещание Всевышнего, оно всегда дается не как некоторая безусловная, безусловная клятва. Обещание всегда дается с условиями. Есть условия, что я буду сохранять какое условие. Я должен был сохранять высокий духовный уровень. Я должен был сразу, моментально вернуться в землю Израиля, как только представится возможность. Кто знает, может быть, я это не сделал. Может быть, я где-то оступился. Может быть, я лишние шесть лет, как минимум, задержался там у Лавана, работая за скот. И теперь обещание Всевышнего хранить меня, оно не исполнится или исполнится как-то в таком преуменьшенном виде, как картина краски, которой поблекли. Кто знает? Я не знаю, может быть, повлиял грех. Так подумал Яков. И мы сразу от Якова переходим и говорим к Едетане, как мы учили, сказано в песне, которую произнесли сыновья Израиля на море, пока не перейдет народ твой, пока не перейдет народ этот. Дважды говорится, пока не перейдет народ. Так говорят сыновья Израиля в песне, которую они произносят, выйдя сразу из раступившегося для них моря, пока не перейдет народ твой Всевышний. Гемара говорит так, зубья решена, ад я борам зуканитовы, зубья шния. Почему повторяется два раза? Один раз говорится о первом приходе к землю, а второй раз говорится о втором приходе к землю. Конечно, это можно комментировать уже в период Павелонского Талмуда, когда всем хорошо известно, что после завоевания земли Яшуа было изгнание, сыновья Израиля оказались в Павелоне и совершили оттуда исход. Хорошо, значит, как бы задним числом, но тем не менее это не уменьшает смысла и значения этого комментария. И вот в «Песне и песне» говорится о двух возвращениях. Одно возвращение из возвращения, приход из Египта, а второе приход возвращения из Бави. Что здесь важно? Почему нам это важно, что в «Песне и песне» сказано о двух возвращениях или, по крайней мере, как мудрецы говорят, задним числом, как мы с вами сказали? Отсюда сказали мудрецы, и отсюда сделали мудрецы такой вывод о том, что в «Песне и песне» говорится о возвращении из Бавилона. Мудрецы сделали такой вывод. Достойны были евреи того, чтобы для них было сделано чудо во времена Эзры, такое же, как чудо во времена в дни Яшуа. Но что произошло? Гора Махет повлиял грех. Какой грех? Мы как бы нечасто об этом говорим, но понятно, что понятно, что сыновья Израиля утратили очень-очень много как бы из своего духовного уровня. Часть смешалась с халдеями в Вавилоне, но даже если говорить о тех, кто остался был привержен Торе, мы понимаем, что уровень, духовный уровень был в значительной степени утрачен. И тут же мы можем спросить себя, в чем выразилось в основном, что этот духовный уровень был утрачен. Об этом нам рассказывает Мгелат Эстер, Свитых Эстер и Раби Шимон, который поясняет своим ученикам. Ученики спросили Раби Шимона, за что были наказаны евреи в Бабеле или в Персии, скажем. Раби Шимон говорит за то, что получали удовольствие на Перу. Мы можем представить себе, как мы все хорошо знаете, можем представить себе пир, на котором кошерная еда и на котором Ахашпиро сидит в одеждах первосвященника и тем не менее сыновья Израиля перуют вместе со всеми. Главное, чтобы была еда и была Ахашпиро. Сейчас не хочется вдаваться еще в некоторые подробности, которые есть в Гилат Эстер, очень интересные, указывающие на понижение уровня сыновей Израиля, но больше всего нас может заинтересовать, я не выписывал для вас источник в трактате с Медрин, перескажу так словами. в Невыходный царь, как мы помним с вами, возвращаемся из Персии от Нигилат Эстера, от свитка Эстера, возвращаемся к Невыходный цару, возвращаемся в Вавилон, Невыходный царь построил статую золотую, которая должна была означать вечную власть Бабеля. На это его подвиг сон, который растолковал ему Даниэль, который приснился Невыходный царю, который Даниэль ему растолковал. Сон означал, что власть Бабеля не будет вечной, что на смену Бабеля придут другие империи. Невыходный царь решил, что он может сон воплотить в жизнь только по-другому, и поскольку во сне который растолковал Даниэль Невыходный цару золото символизировало Бабель, он сделал полностью золотую статую для того, чтобы сказать, что власть Бабелона будет продолжаться вечно. При этом, как описывается в книге Даниэля, он пригнал многие народы или большое число представителей разных народов под глаз к нему, и все они должны были склониться перед этой статуей, когда они услышат фанфары, звук музыкальных инструментов, все они должны были склониться разом. И все склонились, как мы помним, кроме трех человек, Ханания и Мишаэля Азаря, которых Невыходный царь бросил в огненную печь, и, как описывается опять же в книге Даниэля, для них было сделано чудо, и они вышли из этой печи живыми. Трогайцын Яндерин говорится, что в этот момент Всевышний хотел превратить весь мир в ночь, просто забрать свой свет из мира и, как надо полагать, закончить всю историю, потому что без света Всевышнего мир не может существовать. Но посмотрел на Ханания Мишаэля Азаря и остыло его сознание. Этот момент описал Схарья в первой главе своей книги, пророк Схарья в первой главе своей книги. Он представил образ Шхины в виде человека, который едет на красном коне. И вот Шхина, как бы, тут можно сказать, что это образ красной кони, это разрушительные силы, и ангел, который на нем едет, он сдерживает эти разрушительные силы. И вот Шхина, которая движется и избавила, как говорится в трактате Зангедрин, Шхина, которая движется и избавила, она остановилась посередине, и все, Всевышний хотел разрушить мир, но тут увидел Ханани Мишель Азария, и все-таки в какой-то степени Шхина вернулась в последствии, позже вернулась в Рушалай. То есть мы видим с вами проблему, мы видим с вами проблему, грех, который есть в Галуте. Если смотреть на Ангелат Эстер, это забывание о храме, о земле Израиля, о храме, готовной соблюдать заповеди в условиях Галута, а если смотреть на этого года, последнее Сангедрин, на которое мы с вами рассказали, то это признание чужой власти, признание чужой власти, чуждой власти как абсолютной и которая будет продолжаться вечно. Говорится, что когда Ханан, Мишель и Азари вышли из пяти живыми и невредимыми, пришли народы мира и плюнули на сыновей Израиля, я уже так пересказываю, как написано, и сказали, у вас есть такой бог, и вы склоняетесь перед статуй. Опять же, мы не обязаны воспринимать все буквально как реальность, но мы видим, что отказ от идеи возвращения, признания чужой власти как вечной, и по всей видимости, не только склонились, но увидели мощную Худмицара и в сердце подумали, ну, все, как же мы теперь останемся здесь навсегда в Бабеле. Это действительно подумали в сердце, так мы узнаем из 37 главы Ефискеля, в которой говорится, что сказали, пропала надежда наша, оставили надежда наша. То есть, когда мы говорим о Галути, о том грехе, который происходит в Галути, который не позволяет божественному присутствию вернуться в полной мере, не позволяет тому, чтобы произошли чудеса и исход из Галути был подобен исходу из Египта, то мы говорим о забывании земли Израиля, о забывании храма, о забывании высокого такого служения Всевышнему и готовности оставаться в Галути это самый-самый большой грех. В конце концов, он приводит к тому, как мы с вами понимаем, это то, о чем говорил Рашлакиш, это результат, когда Изра сказал, давайте пойдем, пойдем встанем, там уже все устроено, уже храм, не пошли, не пошли. Это и есть грех, это и есть грех, не желание или недостаточное желание вернуться в землю Израиля. Итак, я немножко тороплюсь и говорю быстро, мы с вами постараемся обсудить, но просто очень много материала, я бы хотел с вами хотя бы его просмотреть. Итак, у нас есть пророчество о есть пророчество о возвращении, когда происходят чудеса, есть пророчество о возвращении, когда народы мира приходят с войной на тех, кто вернулся, только что вернулся в землю Израиля. Давайте посмотрим. И мы уже с вами понимаем, что как бы все зависит от нас. Если мы поднимаемся стеной, то есть чудеса и есть божественное присутствие, раскрывается свет Всевышнего, Всевышнего, народы ощущают это и тянутся к этому свету. Если же нет, то нет этого света, нет этого света божественного присутствия, и все происходит очень постепенно с большими трениями и нашими столкновениями с народами мира. Вот обратимся к Ишаяху, может быть, его надо было раньше прочитать, но ничего. Каждая впадина поднимется, и каждая гора и холм поднизится, и станет поворот крутой путем прямым, и гряда город длинный, и откроется слава Бога, так сказал Бог всесильный, вот подниму я руку мою и дам знак народам, и они понесут сыновей твоих за пазухой, и дочерей твоих на плечо поднимут. То есть при полном сознании и понимании народов мира, что возвращение сновей Израиля принесет благо всем народам, всему миру. Так описывает Ишаяху. И известная вторая глава Ишаяху, просто напомним ее, и будет в конце дней утвердиться гора Дома Бога над вершинами всех гор и возвыситься над холмами, и устремятся к ней все народы и пойдут многие народы и скажут давайте зайдем на гору Бога, в дом Бога Якова, и укажет он нам пути свои, и мы пойдем по дорогам его, и вы из Сиона выйдет Тора, и Слово Бога из Иерушалаи. То есть все народы приходят с миром, это мы понимаем в том случае, если сыновья Израиля сами готовы вернуться. А вот другой момент, который описывает возвращение сыновей Израиля, когда народы мира тут же поднимают войну против них. Вот день приходит для Господа и разделена будет добыча твоя награвленная у тебя в среде твоей. Это такой заголовок, это Схарья, как мы видим. В скобках можем заметить, что Схарья он ученик Иерушалаи. И в этом плане у них картины похожи. Иерушалаи говорит о приходе Гога из страны Магог, 70 народов, которые собирает Гог против Иерушалаи. Иерушалаи тоже говорит о собрании всех народов для того, чтобы прийти с войной на землю Израиля. Вот приходит Гог для Господа и изгнанная будет добыча твоя награбленная у тебя среди твоей и соберут все народы на войну против Иерушалаи и захвачен будет город и разграбленный будут дома и обесчечены женщины и уйдет половина города в изгнание и остаток народа не будет истреблен в городе. И только тогда и выйдет Бог и сродится с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы. То есть Божественное присутствие раскроется так же, как и у Искееля и положит конец этой ужасной войне, которую народы мира поднимают против сыновей Израиля. Это описание Искарья. И здесь мы с вами можем затронуть Искею, 38 глава. И было слово Бога ко мне сказано «Сын человеческий, обрати лицо твое в Гогу в земле мой Бог, верховному князю Мешиха и Туваля и пророчествуй о нем. И скажешь так, сказал Господь Бог, вот я против тебя гол князь верховный Мешиха и Туваля и поверну тебя и вложу удилы в челюсти твои и уведу тебя и все войско твое лошадей и всадников всех их облеченных великолепно толпу огромную в кольчугах и со щитами всех их владеющих мечами. Парас и куш и путь с ними все со щитами и в шлемах гумар все отряды его до тагар то есть в Ихискель описывает приход войска, которое собирает царь по имени Бог, который происходит из земли Магог. То, что нам интересно с вами сейчас посмотреть, то, что мы еще не затронули, это вот такой момент. Давайте с вами обратимся к комментариям. Может быть возьмем как бы сейчас посмотрим. Сразу как бы возьмем вывод. Мальбим, нам неизвестно никто такой Гог, нигде находится его земля. Он приходит к такому выводу, потому что в Талмуде и в разных источниках Гог ассоциируется страна Магог ассоциируется совершенно с разными местами. Вот так, в Талмуде Бавли, в Йома на 10-м листе говорится Магог зу Канадия. Магог это Канадия. Ярушалми в Эммигела говорится Гития. Медраж Раба в главе Нового говорит Германия. Когда начинается такой, скажем, разброд, грубо говоря, когда говорят, что, скажем, если мы возьмем про Иова весь спорт в Талмуде касательно того, существовал ли его Иоп или не существовал. И вот начинают перебирать, что Иов жил в эпоху исхода Игипта, Иов жил в эпоху исхода, в эпоху Сульб, Иов жил тогда-то и тогда-то без конца, бесконечный список вариантов, когда он мог жить. Что это означает, о чем это нам говорит, что Иова не было как личности его, не было к этому выводу и приходит в конце концов сам Талмуд. Мы можем с вами сказать то же самое здесь, но здесь нужно будет что-то добавить. Мы можем с вами сказать, что Гог это не личность, его нету. Гога и страны Могог, его нету, бесполезно гадать. Было, когда там, скажем, русские вторглись в Сирию, начали говорить, что русские это Гог и так далее. Все эти разговоры, они всегда, они просто смешные. Я бы не сказал, что вредные. Ну, хорошо, как бы, по принципу, чем бы дитя не тешилось. Здесь идет речь гораздо о более серьезном моменте. Пророки часто говорят не о конкретном событии, а о той тенденции, которая действует на протяжении многих-многих лет. То же самое и в данном случае. Гог это явление. явление. Какого плана явления? Что, ну, скажем, сегодня это легче объяснить, но есть два вида антисемитизма, как мы с вами представляем. Одна это ненависть к евреям, а другая это ненависть к государству Израиля. И в ООН специально обсуждалась, как бы, скажем, ненависть к государству Израиля, как таковая она является антисемитизмом или нет. Было принято решение, что является антисемитизмом. Интересно само по себе, но мы можем сказать с вами, что если даже это антисемитизм, это совершенно принципиально два разных вида. Есть амалек, типа амана, который ненавидит евреев, потому что они евреи, ненавидят их за то, что они держатся вместе, за то, что они придерживаются своей религии, он ненавидит за то, что Мордыхай не кланяется ему, не слоняется перед ним. Эта ненависть, она в Галуте. Есть другая ненависть, это ненависть Гога, как образа, как нечто-нечто собирательное, это ненависть или неприятие становления государства Израиль, собирания рассеянных и становления государства Израиль. Почему? Где корни? То есть это происходит на протяжении многих веков. Мы можем с вами говорить и о скажем мы можем говорить о скажем Ехискель он говорит о том что в 36 главе он говорит о том что народы мира будут стараться не допустить возвращения сыновей Израиля на землю Израиля что они будут радоваться тому что и говорить ура по тому поводу что они превратили землю Израиля в вечную пустыню это момент особый такой интересный то есть ненависть не конкретному еврею что это осталось в стране как бы не наш вопрос а ненависть или неприятие становления земли Израиля желание того чтобы земля Израиля навечно была навечно была забыта и никогда народ на нее не вернулся и никогда не было не было восстановлено государство мы можем вспомнить с вами римлян который и разрушение и разрушение храма и то что было распахано распахано площадь храмной горы и засеянной солью в знак того что здесь никогда ничего не будет построено не только на храм в Игоре но вообще на этой земле мы можем представить себе что страну переименовали в Палестину город переименовали в Эль-Капитолина то есть делалось все для того чтобы сама идея земли Израиля идея возвращения на нее была забыта и скажем так на протяжении на протяжении многих и многих веков включая мусульманскую экспансию расширение мусульманской экспансии завоевания Иерушалайма и истребление евреев и желание того чтобы связь народу с этой землей была забыта и крестовые походы и так далее и так далее вплоть до британского мандата и голосования в ООН мы видим что есть какое-то инстинктивное подсознательное неприятие того чтобы народ Израиль вернулся на свою землю и об этом говорят пророки рисуя такой скажем рисунок как война война Гога то есть опять же хочется повторить что Гога это не личность а тенденция которая действует на протяжении всех веков тенденция разорвать связь саму память о том что народ Израиля живет в земле Израиля должен жить в земле Израиля саму память уничтожить не дать и не дать государству установиться еще раз напоминаю что в 36 главе Ихискель об этом говорит с другой стороны говорит когда народы говорят ура земля эта стала вечной пустошью это как бы желание стремления народа прекратить землю вечный пустошью теперь мы с вами попробуем представить себе почему это почему это происходит еще несколько минут и оставим хоть какую-то возможность на обсуждение тут мы с вами обратимся к второму царя Давида который фактически говорит о том же самом что Ихискель но только тут явно видно что речь идет не о конкретной личности а опять же тенденции противостояния собирания народа Израиля на своей земле и становлению государства становлению царства здесь говорится хорошо вы знаете просто я напомню почему волнуются народы и почему нации замышляют пустое встают цари земли и тайные советники совещаются вместе о чем они совещаются о всевышнем и о его машехе о всевышнем и о царе Израиль хотите скажите о государстве Израиль царь государство понятно что нет царя без государства и что царь и государство они неразрывно связаны друг с другом они выражают некоторую идею некоторую духовную платформу у них обязательно должна быть общая иначе царь не сможет управлять страной и страна не сможет жить с таким царем и против всевышнего и против машеха его что очень важно не только против всевышнего который может представляться какой-то некоторой отдаленной теории а есть еще и практика это притворение в жизни всех пророчеств всего что сказал всевышний и утверждение его законов по крайней мере высокой морали который требует всевышний людей и как же нам сделать как же нам сделать против всевышнего и против его машеха против идеи против идеи и против конкретного проявления этой идеи реализации этой идеи в жизни не наткаем а сротейма давайте разорвем его путы и сбросим себя его 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 оковы можно сказать или толстые его веревки то есть что это веревки и что это за путы это законы всевышнего которые человечество не хочет соблюдать не хочет их принять мы представляем конечно что ни в организации обменных наций ни в одном другом месте не обсуждается эта проблема что народ израиля навязывает всему миру свои представления навязывает тору и так далее эти моменты не обсуждается это лежит на уровне подсознания на уровне подсознания неприятия неприятия законов законов всевышнего то есть привычка жить по своим правилам по своим вести свой образ жизни который далеко не соответствует высокой морали эта привычка она сильнее всего желание придерживаться прежнего образа жизни она не позволяет воспринять тот цвет всевышнего те идеи всевышнего которые начинают распространяться в мире с основлением государства израиля с приближением эпохи царя который утвердит упрочит государство земли израиля здесь можно много всего интересного подчеркнуть возьмем только еще одну строчку тот кто сидит на небесах посмеется будет смеяться всевышний будет издеваться над ними а почему сидит на небесах мы знаем что мы всегда подчеркиваем что всевышний повсюду не только не на весах сидит на весах представлении народа что они могут делать на земле творить на земле что они хотят а всевышний смеется над ними что значит смеется над ними он дает им делать что они хотят и как раз то что они делают это и приводит к обратному результату это приводит к собиранию рассеянных и к становлению и утверждению государства израиль на святой земле и последний последний момент который я хочу подчеркнуть и дальше мы с вами постараемся обсудить эти идеи про царя Машеха говорится что дам тебе всю землю наследную дел вот и разобьешь ты их палкой железной как как изделие горшечника разобьешь их да Цуфрим и другие комментаторы подчеркивают что цель это не уничтожение людей это не война а это разрушение тех скажем сосудов тех ну грубо говоря культур или той неприемлемой основы культур народов мира сосудов разрушение сосудов а не уничтожение людей здесь я останавливаюсь можно было бы еще очень много всего сказать пожалуйста если у нас есть время то можно задать вопросы я убираю экран тогда и пожалуйста можно если вы хотите можно попытаться задать вопросы тогда у меня вопрос скажите мне удалось донести что-то до вас или из-за того что я набрал такую скорость я вас немного запутал все желающие могут включить микрофоны и соответственно ответить хорошо мне немножко было непонятно про их сосуды это что значит их как бы мышление ментальность их разрушить ну да да безусловно то есть 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 некая культура в основе той или иной культуры или в основе той или иной религии лежат определенные определенные посылки да которые приводят к ошибкам да скажем которые приводят к ошибкам скажем если мы для примера если мы возьмем христианство то есть опять же очень трудно говорить на такие темы быстро но если мы с вами возьмем христианство то мы представляем себе что скажем скажем подчеркивание многих многих моментах таких как первородный грех невозможность человека раскается того что кто-то придет и за тебя расплатится за твои грехи спасет тебя тем что он будет страдать да это идеи все они очень пагубные и неприемлемые да вот вот скажем да оставляют человека оставляют человека где-то скажем в стране есть так можно сказать да вот не такое неверие в усилия человека неверие в возможности справиться эта идея очень пагубная это то что первое пришло скажем в голову если говорить скажем о древних культурах которые безусловно продолжают на нас влиять то тут здесь намного легче если мы возьмем греческую культуру греческие божества греческую мифологию то мы с вами увидим что вся она учит человеку то что то есть она возводит какой-то божественный ранг обман разврат предательство да вот самые низменные человеческие инстинкты это все возводится в какой-то высший ранг и это конечно не может не оказывать влияния на на жизнь людей на повседневную жизнь людей если мы пойдем еще дальше то мы придем в древний мир где все народы приносили человеческие жертвы и понятно что когда божеством приносится приносится в жертву приносится в жертву человек убивается человек во имя какой-то высшей там идеи и цели или во имя собственного благополучия понятно что это разрушает и человека и общество давай что-то объяснить на скорости да спасибо большое спасибо понятно то есть будут евреи и не евреи как один общий народ да получается один общий все с одной общей культурой остальное все уничтожится не евреи одна общая культура ну трудно конкретизировать понимаете одна общая одна общая основа мне так кажется да вот общие принципы общие принципы морали утверждение ценностей человеческой жизни отрицание отрицание войн как мы видели у Ишаягу убийства да и скажем да общая основа общая основа морали а скажем традиции праздники там скажем это может быть у каждого народа это может быть свое да но безусловно все традиции и праздники они должны быть далеки от идолопохлонства по одной простой причине идолопохлонство разрушает психологию психику человека можно сказать разрушает самого человека и общество а в этом можно говорить как это происходит и и в современном мире который тянет за собой такой шлейф идолопохлонства это можно говорить но на ваш конкретный вопрос я бы хотел сказать да понятие общие ценности общие а что касается традиции одежды праздников там скажем которые наполняются каким-то смыслом высоким и большим то они могут быть у каждого народа свои а как вариант изменений переучивания без вот такой вот войны он возможен был какой-то такой сценарий вообще предположим переучивание я не знаю но это обязательно к тому что к тому что должно прийти человечество представляется представляется что принципиальную роль играет возвращение сыновей Израиля на землю Израиля хотя бы просто даже вот в количественном таком плане с этого начинается исправление мира без этого оно невозможно просто невозможно пока сыновья Израиля остаются с нами не возвращается божественное присутствие пока не идет разговор о строительстве храма о том чтобы вернулось божественное присутствие то истинными словами чтобы присутствие Всевышнего стало ощутимым в мире и управление процессами процессами со стороны Всевышнего оно также стало бы ощутимым в мире об этом нельзя говорить пока сыновья Израиля не возвращаются пока они становятся твердые твердые государства по образу того что было бы времена Шламо когда и стоял храм и когда мудрость царя была известна во всем мире и к нему приходили учиться со всего мира и если ему не удалось исправить весь мир то по крайней мере влияние его было колоссальное на весь мир то же самое что-то должно развиваться в дальнейшем но опять же как мы сегодня с вами видели очень-очень много зависит от решения человека от решения народа спасибо большое есть еще вопросы иметь было желание да я хотел просто меня слышно да да вполне спасибо прежде всего очень интересно я бы хотел просто добавить если говорить о современном мире поскольку то что происходит это как бы ближе к нам то есть те грехи и те условия и те нарушения которые мы видим то это прежде всего мне кажется вот сама эта идея постмодернизма отказ вообще от истины истины как критерия вообще какого-то да то есть с одной стороны разрушение семьи которую мы видим на глазах да вот и весь этот глобализм со всеми в общем-то его последствиями вот который совершенно как бы уничтожает вообще инстинкт жизни сам по себе вот мне кажется что вот это вот очень похоже на на то о чем вы описываете то что вы описываете это приближение как бы вот этого момента да с одной стороны а с другой стороны в самом Израиле отсутствие единства вот и все это очень похоже как бы подходит нашей сегодняшней ситуации мне кажется мне кажется вы затронули два разных момента оба очень интересны вот насчет постмодернизма я с вами полностью совершенно согласен здесь можно говорить не только о постмодернизме а обо всем скажем как бы развитии развитии философии который которому Рав Кук уделил огромное внимание есть целый ряд трудов его и ученика его так скажем сравнительно еврейской философии и нееврейской философии вот но глобально вы просто совершенно совершенно правы безусловно скажем культура и философия они очень связаны в тульную эпоху они очень связаны друг с другом безусловно и то что вы предпочеркнули скажем тенденция такая которая скажем идет нивелирование всех ценностей отрицания вообще какой-либо истины безусловно это все совершенно совершенно разрушительные тенденции вот которые можно противопоставить только скажем глубокое глубокое понимание Торы привязанность к Торе мечтания мечту о возвращении пророчества и становлении храма Тимофей пожалуйста я вижу поднятую руку ну Андрей вроде был первый может пусть он спросит а потом Андрей пожалуйста А Розеев у меня вопрос в 30 сейчас секундочку я ее найду в Ескель 39-28 да фраза и узнаю что я Господь Бог и потому как ты знал их народом соберу их земли и не оставлю более из них там вопрос такой может ли быть что какие-то методы скажем насильственного сбора будут скажем так а не только по собственному желанию скажем так возвращение в Рецисраэль безусловно значит безусловно об этом и Хискель говорит в 37 главе а мудрецы в Трайдате Сен-Би Раби Ашу Раби Элиезер спорят скажем не будем касаться всего их спора но Раби Ашу говорит как так скажем не будет шувы очень очень даже будет шува не имеют ввиду возвращение в землю это главное шува главное раскаяние вот Раби Ашу говорит поставит им царя приказы которого будут такие же жестокие как приказы Амана и они тут же раскаются вот в 37 главе Хискеля пророк говорит о том что Всевышний обращается и говорит он сравнивает весь народ с мертвыми костями и он говорит открою могилы ваши открою могилы ваши подниму вас из могил ваших вот это как бы говорится о возвращении в землю Израиля то есть если если не будет никакого духа и все это будет похоже на мертвые тела на скелеты я все равно открою могилы и подниму вас вот я не знаю дальше как пойдете сами не пойдете думаю что это все таки остается выбор у человека всегда есть но из могил подниму точно понятно что такое могила могила это города в которых нету нету духа Ихискель очень как бы крут в этом плане он называет вещи идет до конца и называет вещи своими именами вот это города в которых нету духа и я открою я бы сказал что это буквально то что происходит сейчас я открою ваши города все многие многие скажем я уж не говорю ни о чем другом многие еврейские структуры общины все это разрушено все это пришло все это пришло в движение это буквально то что написано в Игискеле я открываю ваши города это не значит что это самый конец как мы с вами говорили что это может речь идти о долгих и долгих годах но это то что происходит то что вы спрашиваете насильственным образом ну свобода выбора остается всегда но в принципе всевышний подводит к тому что в том или ином месте уже невозможно жить и Игискель опять же называет это открою могилы ваши подниму вас из могил ваш спасибо такой вопрос вот мы говорим что ГОК это своего рода совокупность каких-то идей противостоящих народу Израиля мы знаем что есть еще и Амалек который тоже противостоит Израилю вот можно как-то ГОК и Амалек между собой сопоставить в чем отличие между этими двумя идеями мне кажется что я коснулся но я с удовольствием вернусь к этому потому что я понимаю что всего очень много и очень быстро вот я бы я бы разделил так и думаю что это не только я как бы оно так само собой делится Амалек это ненависть к еврею как таковому как носителю особой носителю некоторой идеи как человеку с обостренным чувством справедливости человеку непредсказуемому как Мурдыхай который возьмет и не поклонится или встанет на комсомольском собрании скажет какую-то речь совершенно против партии правительства человек с обостренной совестью человек с непредсказуемым поведением это всегда как бы чувствуется мне так кажется да вот опять же я говорю я говорю очень поверхностно и можно эти моменты анализировать более глубоко но неприемлемость еврея как такового который живет который живет в изгнании у тебя под боком здесь живет он другой и это ненависть это ненависть Амалека ненависть Бога это ненависть к самой скажем к самой идее возникновения государства становления государства укрепления укрепления евреев сыновей Израиля набирание так сказать ими силы и распространение распространение некоторой идеи или по крайней мере как бы в воздухе витает что за этим стоит за остановлением государства стоит некоторая идея которая обязывает все народы обязывает пересмотреть свою жизнь обязывает пересмотреть свои культуры принципы мышления свою литературу задуматься очень над многим для того чтобы построить для того чтобы преобразовать мир построить человеческую жизнь с человеческим лицом это ненависть Бога он чувствует что когда государство Израиль становится то возвращается божественное присутствие так или иначе понемножку потихоньку чем больше с нами Израиль собирается на земле Израиль тем божественное присутствие ощущается сильнее скажем и опять же если бы божественное присутствие раскрылось с огромной колоссальной силой то все народы пришли бы с миром не было бы возражений проблема в том что мы сами не очень торопимся и по пути возникает как и с Амаликом тоже на пути на дороге возникает проблема по дороге возникает проблема Можем, скажем, эти темы нужно было бы разрабатывать специально, отдельно. В какой-то степени эти темы разработаны у Рава Минахи Макашера в его книге «Ткуфа Агдула» «Великая эпоха». И, скажем, опять же, еще раз можно подчеркнуть, что очень многое зависит от нас. Если взять как пример войну 1967 года, то понятно, что здесь проявилось божественное присутствие, произошло чудо, сравнимое с тем чудом, которое произошло во времена Яшуа. Что дальше? Дальше мы должны были сказать что-то миру, а мы растерялись. Мы сказали, как сказал Ефраин Кишон, извините, что мы победили. Извините, мы не нарочно. И тогда, конечно, опять не ощущается ни божественного присутствия, не ощущается такого колоссального прогресса. И народы мира, скажем, опять начинается эта тенденция противостояния, восстановлению государства. То есть, если мы на высоте, если раскрывается божественное присутствие, можем подчеркнуть нашу идею, распространять Тору, все будет с миром. Если нет, то все потихоньку. И с многими-многими препятствиями по дороге. Прошу прощения. Если можно, я просто буквально две копейки свои. Обязательно? Я понимаю, что сейчас очень болезненно как-то касаться жуткой реальности, в которой оказался мир. Но вот я не перестаю думать, смотря и читая все время новости. Мне так кажется. Я не знаю. Мне кажется, что у меня правильное ощущение. Несмотря на то, что все мы говорим о постмодернизме, мы строим некоторую такую прямую пропорциональную зависимость, которая, в общем, как бы ведет нас к войне Гога-магога, к ухудшению мира, к разрушению всех ценностей. Тем не менее, когда мы видим это факт, необычайный, как бы то, что называется наявритий Гайсуд, а именно, как бы, собрание всех сил для того, чтобы восстановить зло, для того, чтобы помочь несчастным. При том, что, опять же, аргументы могут быть и там, и здесь, и какие угодно. Но когда люди помогают миллиону беженцев, детей спастись, когда мы видим непостижимые совершенствования, на мой взгляд, такого просто не будет, не только мой взгляд, задействованность всего мира в том, чтобы помочь тем, кто страдает. Я вижу, я вижу в этом хотя бы ха-циклосом. Я думаю, как мне это кажется, я думаю, что такие же мысли, наверное, они посещают и других. Что если бы было все то, что есть сейчас, включая интернет, в то время, когда немцы уничтожали и Махшман уничтожали 6 миллионов евреев, возможно, это было бы по-другому. Ну, вот это то, что я хотел сказать. Да, я думаю, что да, что это близко к тому, что мы говорим. Может быть, не совсем то. Но я думаю, что тут можно, то, что ты сказал, я думаю, что очень-очень уместно. Просто можно подчеркнуть высказывание Вавкуха в его книге «Урод» о том, что когда происходит большая война, слышится пост на Кимашиеха. То есть война – это ужас, как мы видим, но с войной что-то раскрывается. Что-то раскрывается. И в данном случае, как ты говоришь, раскрывается там милость, которая есть у людей, желание помочь. Может быть, в предыдущей эпохе раскрывалось что-то другое. А сейчас раскрывается там милость, которая и желание помочь. Я полностью согласен, что это имеет свое значение. И еще буквально одну фразу опять. Может быть, это не как бы… Ну, Бесседр, это имеет хотя бы костное отношение. Я слышал вчера интервью с Щеранским по 13-му каналу КАН. Он сказал некоторую фразу, которая мне, в общем, запомнилась. Говорит, что он вырос в городе, по-моему, Донецк, где был салат, салат национальности. Русские, украинцы, узбеки и все прочее. И он говорит, что из всего этого салата самое худшее, что могло быть у человека, и все написано в паспорте евре. То есть это было хуже всего, как бы по понятным причинам. Но сейчас ситуация изменилась так, что единственная страна, которая помогает евреям, и не только евреям, но прежде всего евреям, вывозя их в Израиль, которая стоит на границе, это израильтяне-евреи. Если человек еврей либо имеет отношение, то у него, наоборот, как бы положительный позитив. То есть опять вот это вот изменение ситуации в мире, и то, что мы видим с одной стороны Зеленского, а с другой стороны Беннета, у меня это в голове не укладывается. У меня в голове это не укладывается. каким образом за 70 лет изменился статус евреев в мировом масштабе, я не хочу сказать на 180 градусов, но как бы по-моему умом это непонятно. Мне так кажется, не знаю. Окей? Я думаю, что это еще потребует какого-то времени, для того, чтобы действительно увидеть, что из этого вытекает и куда-нибудь. Да. Сто процентов. Смотрите, мы видим сегодня Эрдогана. Сто лет назад Османская империя. Что там были евреи? Эрдоган пытается связать контакты с Израилем. Да, почему? И начинается, открываются как бы кавычки. Почему он это хочет? Потому что Израиль. Что такое Израиль? За 70 лет Израиль. Мне это умом не понять. Мне кажется, это не постижило. Окей? Ладно. Ну, я надеюсь, что мы, по крайней мере, немножко смогли понять пророков, их такое двойственное отношение к возвращению или двойственное такое описание картины, возвращение с миром или с войной. Вот, надеюсь, что мы хотя бы это смогли немножко понять с вами. Хорошо. Я хотела, как бы, может быть, не к месту, но то, что у нас в пророках есть, описываются два крайних случая, а в жизни, оказывается, иногда непонятно, в каком-нибудь их мы находимся, они как бы переплетаются иногда вместе. Совершенно верно. Совершенно верно. Да, это совершенно верно. Я просто не хотел уже это трогать из-за сложности темы, но вы... Ну, так это она сложная, да. В жизни все стоит. Прямо в самую точку, да, что обе тенденции иногда переплетаются, да, что они не проявляются в чистом виде, они переплетаются, да, одна – это вражда, другая – это желание построить, не знаю, построить какие-то контакты, прийти с миром, чему-то научиться, что-то получить и так далее. Безусловно. Спасибо. Окей. Я хотел только сказать, что мы все безумно рады, что ты вернулся, и ты можешь продолжать занятия. Меня все время народ спрашивал. Я постараюсь. То есть у вас все занятия можете подумать, нужно ли вам это. Да, я думаю, что это нужно, и присутствие народа все-таки в количестве, которое сейчас у нас на всех наших занятиях очень сильно понизилось присутствие онлайн, понятным соображением. У нас сегодня происходил, нет слиха объема решен, будет проведать детский урок изучения недельных глав для детей. Его проводила Бахура, что-то замечательно, из осажденного Мариуполя. А человек, который в Черкассах, он на свои деньги, на деньги как бы всеми делает специальные такие энергетические, я не знаю, орехи с этими, и прикладывает к этому в переводе на украинский язык. Таилим, 17-й Таилим. Рассылает людям салатом для того, чтобы поддержать их дух, и как бы физически так. Поэтому... Я здесь как бы в открытом эфире хочу сказать, что мои координаты известны. Если я смогу чем-то быть полезен, то с большим и большим удовольствием, к сожалению, пока не нашел в себе большого применения, кроме нескольких мелких дел, не нашел в себе применения. Пожалуйста, могу и выехать, приехать, проводить уроки, что угодно, пожалуйста, обращайтесь. Смотри, в Фейсбуке Наташа Ратнер. У нее очень много сообщений от реальных людей, которые как бы просят реальные помощи и реальные действия. Хорошо. Всем, псорот, то вот, будем надеяться, что этот ужас, который происходит, последнее, что я прочитал, опять слегка, что я это говорю здесь, не могу не сказать. Российские самолеты разбомбили детскую клинику с роженицами и больными детьми, которые застряли в обломках, оттуда вытаскивали. Непостижимая чудовище. Непостижимая чудовищная война. Непостижимая. Дай Бог, чтобы она кончилась. Будем надеяться, будет Пурин, который все переворачивает. Может быть, он перевернет. Дай Бог, дай Бог, Натан. Спасибо всем. Спасибо, Равзеев. Равзеев, сил нам всем, сил тебе огромное спасибо за урок. Спасибо. Всем счастливо, всем счастливо, пока.